В Петербурге уже завтра начинается 10-й историко-культурный фестиваль «День дома». Акции Петербургских библиотек ежегодно знакомят участников не только с богатыми книжными фондами, но и с историческими зданиями, где они хранятся. В этом году в «Дне дома» примут участие более 120 учреждений. Все подробности узнаем у Ильи Шевченко, вновь выходит с нами на прямую связь. Илья, еще раз тебе доброе-доброе утро. Доброе утро, коллеги. Приветствую вас в одной из локаций историко-литературного фестиваля «День дома». Это дубовая гостиная особняка графини Карловой на Фонтанке 46. С 90-х годов здесь находится читальный зал иностранного отдела библиотеки имени Маяковского. Сейчас весь особняк закрыт на реконструкцию, но посетить именно эту чудесную по своим интерьерам и истории гостиную можно будет в рамках как раз фестиваля. А подробнее обо всем, об истории этой гостиной, об интерьерах и, конечно, о программе фестиваля нам расскажет Елена Васильевна Конюхова, заведующая отделом Мемориальной библиотеки князя Голицына в библиотеке имени Маяковского. Елена Васильевна, доброе утро. Здравствуйте. Ну, прежде всего, ведь особняк сегодня носит имя последней его владелицы, Натальи Федоровны Карловой. И я ведь правильно понимаю, что ее супруг, герцог Мекленбург-Стрелецкий, был ответственным за эту библиотеку. Да, он организовывал переезд семьи из Михайловского дворца сюда на фонтанку после смерти матушки великой княгини Екатерины Михайловны. И главная проблема была в том, что особняк несоизмеримо мал по сравнению с огромным дворцом Росси, и в нем не было предусмотрено места для библиотеки. И герцог поручил архитектору Стаценко решить эту проблему и пристроить флигель, в котором была бы размещена библиотека. Он ее унаследовал от великого князя Михаила Павловича, своего деда. Библиотека, я полагаю, была полна раритетов. Можете, пожалуйста, подробнее рассказать, каких именно, что здесь хранилось? – Да, библиотека была достаточно ценной, и путешественники первой половины XIX века стремились попасть в Михайловский дворец, чтобы увидеть эту библиотеку. Состояла из двух частей – русской и французской. И, наверное, к самому большому раритету, по крайней мере, нам сейчас известному, относятся у вражи седо силуэтов Екатерины II, ее придворных, которые были обнаружены в библиотеке герцога. Герцог издал этот уникальный материал, и вот до сих пор это единственное такое полное издание силуэтов седо. – Поразительное богатство, и, конечно, не менее поразительным богатством является интерьер этой библиотеки. Можете, пожалуйста, рассказать о нем. – Библиотека решена как такая драгоценная шкатулка, у которой даже потолок покрашен под дубовые панели, и кажется, что ты находишься внутри какого-то ларца, ларца, наполненного книжными раритетами. Специально для библиотеки были разработаны книжные шкафы по аналогии с теми, которые были в Михайловском дворце. Верхние части для книг, причем там регулировались полки на высоту под книги. Ниже располагались ящики, в которых находился листовой материал. Герцог был коллекционером гравюр и литографий, а в нижней части были материалы большого формата. Это книги по искусству или какие-то тоже достаточно редкие, большие по формату книги. – В общем, все исключительно продумано и с богатством правильно обращались, знали, как это делать. И, конечно, в ближайшие дни эта гостиная, и не только она, станет одной из точек, где будет проведен фестиваль «День дома». Расскажите, пожалуйста, подробнее о его программе. – Да, и хочу отметить, что библиотека Маяковского была инициатором этого фестиваля, и он проходил тогда впервые здесь. А теперь только в библиотеке 14 мероприятий по городу 250. Мы открываем дубовую гостиную для лекций. Здесь будет лекция об одном из хозяев этого дома, протеереи Дубянском, о самой этой библиотеке, о княгине Волконской. Здесь будет мастер-класс для детей, что рассказывают гравюры о Петербурге. Придумана еще одна детская программа во дворе, она будет. Соседний дом, 44-й. – Да, большое спасибо, Елена Васильевна. В общем, исключительно подробная программа. Я благодарю вас. Друзья, ну вот библиотеку не только за книгами, а еще и за изучением удивительных интерьеров, удивительной истории зданий, в которых они находятся. Четыре мероприятия только в этой гостиной и более 200 мероприятий в множестве библиотек города. Коллеги, передаю вам слово.